Самый большой на Дальнем Востоке скейт-парк открылся в Хабаровске. Он находится рядом с ареной Ерофеи. Новая площадка подходит для занятий многими экстремальными видами спорта и обещает стать местом притяжения для любителей острых ощущений. Арина Солдатенкова с подробностями. Любители экстрима Бэймиксеры тестируют новую площадку еще до официального открытия. Егор Иванов на трюковом велосипеде катается уже третий год. Говорит, прежде оттачивал трюки в парке «Динамо». Иногда приходилось ездить даже в другие города. Этот скейт-парк у арены Ерофеи ждал давно и даже собственноручно помогал собирать его с друзьями. Площадка суперская. Я принимал участие в ее строительстве. С кровью потом все было. Саморезы вкручивали, фанеру пилили, фигуры все пацанами передвигали. Элементы скейт-парка рассчитаны как на бэймиксеров, так и на скейтеров. Причем как продвинутых, так и начинающих. Некоторых трудностей даже немного испугали. Ты подъезжаешь, к примеру, и здесь сразу вот такой грязь. Это вообще неудобно. Этот скейт-парк на данный момент самый большой на Дальнем Востоке. И по количеству элементов, и их сложности. В день открытия на площадке собрались велосипедисты, скейтеры, любители самокатов и роликов. Площадка позволяет заниматься всем экстремалом. Скейт-площадку открыл губернатор Михаил Дегтярев. Он отметил, что площадку строил Хабаровский завод малых архитектурных форм. Проект обошелся в 6 миллионов рублей. Это краевые средства. Губернатор также отметил, что подобная площадка не последняя в Хабаровске. Еще одну откроют в парке «Динамо». Мы решили в районе «Динамо» поставить парка еще одну. А там уже и третью подберем. Поэтому занимайтесь на здоровье. Желаю вам стать чемпионами. Раз, беречь друг друга, беречь себя, чтобы вы без травм занимались этим видом спорта. Уже этим летом на новой площадке у Арены Ерофей пройдет фестиваль уличных видов спорта, который соберет любителей экстрима со всего Дальнего Востока. Продолжение следует...